Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обследовали акваторию на предмет перепадов глубин и воронок. В Самаре водолазы исследуют пляжи перед открытием купального сезона. В Самаре прошел фестиваль авторской музыки Самфест 2024. Хедлайнерами события стали группа Пелагея и Вячеслав Бутусов. В Самаре начался сезон клубники. Как выбрать сладкую ягоду и какой десерт можно из нее приготовить. Четвертый сезон Лиги губернатора по баскетболу 3 на 3 стартовал в Самаре. Торжественное открытие прошло в парке Юрия Гагарина. В областном правительстве прошло заседание регионального штаба по газификации Самарской области. Его провел в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что уровень газификации Самарской области 94%. Это высокий показатель. Однако за последние десятилетия динамика снизилась. Глава региона также отметил, что программа социальной догазификации сильно востребована из-за большого количества негазифицированных домовладений в населенных пунктах, куда газ уже проведен. Еще одна причина – высокие темпы индивидуального жилищного строительства. По словам главы региона, все решения по вопросам догазификации должны быть системными. В Самаре продолжается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В Куйбышевском районе приводят в порядок молодежный переулок. Когда планируют завершить обустройство и какие виды работ выполняют, узнала Полина Челякова. В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В перечне объектов, подлежащих ремонту, и те, что находятся в отдаленных районах города. Так, в Куйбышевском районе ведутся работы в молодежном переулке, в границах улиц Нефтяников и Бакинской. Работы ведутся на территории площадью около 3,5 тысяч квадратных метров. Несколько дней назад началось обновление проезжей части. Несмотря на то, что она узкая, а протяженность составляет всего 580 метров, с учетом многочисленных обращений местных жителей и предписаний надзорных органов, участок в молодежном переулке включили в список объектов ремонта на средства профильного нацпроекта. Прежде всего было отфрезеровано старое дорожное полотно. Теперь подрядчик занимается укреплением ослабленных мест основания. К настоящему времени основание заменили на 400 квадратных метрах. Локации сначала заполняются песком, затем щебнем, который уплотняется катками, чтобы исключить образование пустот. Далее – разлив битумной эмульсии, после чего укладывается асфальтобетон. А через несколько дней, когда все будет готово, дорожные рабочие приступят к устройству финишного верхнего слоя. Щебеночно-мастичная смесь позволит сделать покрытие прочным. Там, где основание дороги не требует усиления, из ШМА-16 уложат одновременно выравнивающий и верхний слои общей толщиной 6 сантиметров. Контроль за укладкой и за производством работы ведет у нас специалистами в дорожных хозяйствах. Они ежедневно выезжают на объекты и присутствуют во время укладки для отбора смеси в лабораторию. И также потом будут присутствовать при отборе проб для определения толщины и физико-механических показателей. Верхний слой покрытия выполнен из высокопрочного асфальтобетона. Кроме того, предусмотрены работы на инженерных коммуникациях. Приводят в порядок люки смотровых колодцев с заменой дорожных плит. Рабочие отмечают, что это спальный район. Многоквартирные дома находятся в непосредственной близости к дороге. Вечером и ночью должна соблюдаться тишина. Работы ведутся до наступления часа пик. Чтобы не делать неудобства жителям, мы работаем днем. Не перекрывая движение, мы работаем в две полосы. Движение у нас открыто на половине дороги. После пяти мы занимаемся наведением порядка в прилегающей территории. Также технику паркуем. Когда люди возвращаются, мы уже на проезжей части не работаем. Жители района с нетерпением ждут, когда дорогу приведут в нормативное состояние. Ранее в переулке выполнялись только поддерживающие аварийно-ямочные работы. Там постоянно были лужи. И около пенсионного фонда приезжают люди на машины. После укладки покрытия подрядные организации проведут отбор проб для проверки качества. Также нанесут дорожную разметку. Работы по замене покрытия автодороги планируют закончить до конца недели. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В столице региона установилась жаркая погода. Столбики термометров днем показывают выше 30 градусов. Самарцы уже отдыхают на пляжах, но официально купальный сезон еще не открыт. Специалисты пока готовят пляжи. Водолазы, например, исследуют рельеф дна, проверяют, есть ли возле берега водовороты и воронки. Кроме того, ведется очистка акватории. Подробности расскажем далее. Ищут не клады, а мусор, коряги и крупные камни с острыми краями. Акваторию самарских пляжей проверяют водолазы. Посторонние предметы вытаскивают из воды на берег. Все собранное подрядчик, занимающийся содержанием пляжа, вывезет для утилизации. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной работы по подготовке пляжа усилили. Поводок в этом году был затяжным, и теперь нужно как можно быстрее обеспечить комфортный и безопасный отдых самарцам. На 100%. Потому что человеческие жизни, как говорится, не зная брода, не лезть в воду, трава, посторонние предметы и все. Потому что и свал, и дно разное, мы это все промеряем, чистим. И люди уже, и организаторы пляжа, они все это в совокупности знают и устраняют, и ограждают буйками, и детские пляжи. Потому что дети сами, знаете, пологий берег должен быть. Никаких обрывов, ни камушков, ни стекляшек, и все остальное. Очистка акватории от водорослей тоже входит в обязательный перечень работ согласно контракту. Их уже начали обрезать и выносить на побережье для вывоза. С водной растительностью будут бороться до конца пляжного сезона. До двух метров. И если дальше на двух метрах где-то вышла на поверхность или уже высоко, ее тоже надо скашивать. В общем, чтобы человек поплыл и задеть он ее не мог. И зашел тоже чисто в воду, без водорослей. Для удаления водорослей обычно используют косы и металлические тросы. Покос ведется до глубины, которая обозначается буйками. Скоро появятся и они. Ранее водолазы уже выполнили промер глубин. Все полученные данные используют для обозначения водных границ пляжных зон. В том числе зон для детей и граждан, не умеющих плавать. С глубиной не превышающей 1 метр 20 сантиметров. Наконец-то добрались до Волги, искупались, нырнули. Приятно наблюдать, что пляж чистят, что заботятся о пляже, что безопасно можно купаться с малышами и вообще просто жителям Самары. Что для комфорта, прежде всего для комфорта, для безопасности, чтобы можно было плавать около берега. Это приятно. Благоустраивают и берег. Подрядчик устанавливает специализированное оборудование. На пляжах размещают кабинки для переодевания, лавочки, качели и навесы от солнца. Детские игровые комплексы. Всего более 1700 единиц оборудования. Набережная уже подготовила в рейтинг подопровод для возможности подключения контейнеров. То есть они тоже готовы к моменту эксплуатации пляжей. Пократность уборки пляжей – это два раза в сутки. Вывоз контейнеров мусорных. С 10 июня на пляжах работают спасательные посты. Несмотря на это, отдыхающих призывают дождаться завершения всего комплекса работ в рамках подготовки пляжей и соблюдать меры безопасности на воде и на берегу. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. В Самаре отметили День России. Масштабный праздник прошел на сцене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Среди гостей концерта – военнослужащие и семьи участников СВО, ветераны боевых действий, представители волонтерских и патриотических движений, учреждений, социальной сферы, молодежных объединений и организаций. Онлайн-трансляцию концерта мог посмотреть каждый желающий в социальной сети. Порадовать жителей города приехали известные артисты – группа «Пелагея», Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы», рэпер ДОС и победительница фестиваля прошлого года «Да Олеся». В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с финалистами фестиваля авторской песни «Самфест». Слово Ксении Бакановой. 12 июня в День России в Самаре состоялся гала-концерт фестиваля авторской музыки «Самфест-2024». С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Я хотел бы каждого поздравить из вас, всех жителей Самарской области, пожелать только добра. Пожелать внутреннего спокойствия, внутренней гармонии и, конечно же, каждому из вас новых-новых побед. Третье место заняли музыканты «Мысли мимо» из Самары. Второе место досталось группе «Юность» из Калининграда. Победителем конкурса стал коллектив «Савелич Бенд» из Пензы. Спасибо всем архивизаторам этого замечательного праздника и низким поклонам всем вам. Хедлайнерами праздника стали победительница фестиваля прошлого года «Долеся», рэпер ДОС, Михаил Калинкин, Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы» и группа «Пелагея». Я искренне желаю всем молодым артистам бить в одну точку, не сдаваться никогда для того, чтобы почувствовать это невероятное удовольствие, когда ты чувствуешь душу зрителя, слышишь ее. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События. В День России в Самаре состоялся также большой легкоатлетический праздник. На набережной в десятый раз прошел фестиваль бега «Королева спорта». Он является частью городской серии марафонов и полумарафонов. Его отличительной особенностью является костюмированный забег. Какими образами удивляли спортсмены и сколько всего участников вышло на старт, знает Андрей Горгуленко. От героев популярных фильмов до необычных образов. Участники костюмированного забега в День России, как всегда, к делу подошли творчески. Членов жюри больше всех удивила гостья из Саранска Антонина Колумбина, специально приехавшая ради этого старта. Изначально хотела бежать в костюме лисы в честь своего клуба, но из-за жаркой погоды выбрала более летний вариант под названием «Королева спорта». «Это просто невероятные эмоции, впечатления. Кто-то бегает, а кто-то создает праздник. Вот я за то, чтобы праздник был без нас, таких красивых, здесь не то настроение и не те, я уверена, результата». А те, у кого было более соревновательное настроение, оделись подобающе. Беговая форма, кроссовки и аксессуары, которые помогали справляться с жарой. Организаторы тоже старались создать для бегунов комфортные условия. Раздавали воду из-за тоники и применяли специальные разбрызгиватели над трассой. «Постоянно поддержка чувствуется, музыка, болельщики постоянно поддерживают и прибавляют сил на дистанции участникам. Также пункты питания практически через каждые 500 метров в обратную сторону. Очень много различных затоников, напитков». Пока проходили забеги на средней дистанции в 5 и 10 километров, на трассе по Самарской набережной уже бегали предварительно стартовавшие покорители полумарафона. Стартующих разделили на несколько групп в зависимости от возраста. Среди них были и профессиональные атлеты, которые этот старт использовали как подготовку к всероссийским соревнованиям. «Сейчас идет подготовка к Кубку России, но она идет с перебоями на разные старты, которые необходимы. Все прошло как в тренировочном режиме, в комфортном становке. Я, в принципе, просто пробежал довольно результатом, как тренировкой». Помимо серьезных дистанций, самарцы и гости города могли пробежать 3 километра, самарскую милю в 1586 метров. В программе также были детские забеги и специальный семейный старт, где результат семьи складывался по времени, которое показали ребенок, мама и папа. Такой подход к легкотлетическому празднику со стороны организаторов, когда и профессионалы могли проверить свои силы и любители получить удовольствие от пробежки в приятной компании, позволил 10-му фестивалю «Королева спорта» преодолеть очередной рубеж по количеству участников. 2,5 тысячи человек из 140 городов России и ближнего зарубежья. «Фестиваль яркий, много дистанций, много различных вариантов проявить себя. Растем, развиваемся, но просто посмотрите, какая прекрасная погода, какие прекрасные просторы. Просто душа просит – возьми и пробегись, поэтому приезжайте к нам обязательно в Самару». Фестиваль не ограничился только беговой программой. На набережной также состоялись игры ГТО. Это эстафеты, где команды соревновались в выполнении различных нормативов на скорость. Сначала прыжки в длину, затем отжимания, подъем гири и корпуса и подтягивания. Судьи следили не только за скоростью выполнения упражнений, а также за правильной техникой. В составе каждой команды было по пять человек. Многие соревновались сразу после покорения беговых дистанций. «Традиционно также в этот период времени вместе с мероприятием «Королева спорта» мы проводим эстафету «Игры ГТО», в которой команда состязуется, показывает какие-то ловкие, сильные, смелые и быстрые. И, соответственно, показывает свой командный дух. Поэтому сегодня у нас замечательная погода, уникальные события. Я надеюсь, что все получат максимальное удовольствие от того, что они пройдут свою дистанцию, заберут свой заслуженный приз и покажут, что они самые лучшие, самые спортивные, и что они замечательные жители нашей прекрасной страны». Фестиваль «Королева бега» входит в серию легкоатлетических стартов, которые каждый год проходят в Самаре. Спортсмены, которые участвуют во всех, могут собрать уникальную коллекцию памятных медалей, которые выдают каждому финиширующему. Впереди в этом сезоне еще три старта – ночной забег, самарский марафон и забег в День народного единства. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Четвертый сезон Лиги губернатора по баскетболу «3 на 3» стартовал в областной столице. Торжественное открытие прошло в парке имени Юрия Гагарина. Традиционно в соревнованиях принимают участие тысячи спортсменов с разным уровнем подготовки со всей области. Играют юноши и девушки, дети и взрослые. В турнире заявлена и инклюзивная команда. О том, как прошло открытие Лиги губернатора 2024, расскажет Галина Топилина. Команда, в которой играет Анатолий Логинов, в этом году открывает турнир Лиги губернатора. Это почетно, ответственно и задает боевой настрой, признается спортсмен. Анатолий с детства занимается баскетболом, сейчас работает тренером и сам играет. Баскетбол «3 на 3» для Анатолия – любимая разновидность этого вида спорта. Баскетбол «3 на 3» более эмоциональный, более контактный, более физический, поэтому мне нравится в нем проявлять свою мощь. Там, где в баскетболе 5 на 5 свистнут фалы, здесь можно проявить жесткость. Лига губернатора – турнир, для участия в котором может заявиться любой желающий в составе команды. Соревнования проходят в трех возрастных категориях – девушки и юноши до 14 лет, от 14 до 16 лет, третья категория – без возрастных ограничений. Заявлено участие команд в инклюзивной категории под названием «Тихий баскетбол». По словам вице-президента Федерации баскетбола Самарской области, с каждым годом количество команд и участников растет, особенно спортсменов юного возраста. Я вижу, насколько растет уровень. Ребята вовлечены в летний период, когда ребята уже не учатся, а отдыхают. Они ведут достаточно такой спортивный образ жизни. И лига губернатора тому является хорошей площадкой для того, чтобы заниматься любым видом спорта. На открытии лиги губернатора спортсменов и болельщиков поприветствовала в Рио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Очень рада, что география ширится, что мы все продолжаем, что сегодня турнир проходит на такой шикарной площадке. И, конечно, с сильнейшими командами и представителями всех муниципальных образований нашего региона. А баскетбол – один из видов базовых для нас, который вот на таких мероприятиях проявляет себя в своих лучших качествах. Игры лиги губернатора пройдут в Самаре, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске. Команды, набравшие наибольший рейтинг по итогам отборочных матчей, встретятся в суперфинале. Он пройдет 15 августа в областной столице. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», в котором участвуют школьники от 9 до 14 лет. Сейчас в городе проходит первый этап соревнований. Одной из площадок для проведения стала 174-я школа. На состязаниях побывала наша съемочная группа. Дамир Рахматов профессионально занимается футболом 3 года. Играет нападающим. Его мечта – встретиться с Роналду. А пока юный спортсмен демонстрирует свои силы в первом этапе турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Нам понравилось то, что у нас против нормальная команда играла. У нас тоже команда нормально играла. Я хочу победить. Гостей спортсменов принимала 174-я школа. Ее ученики становились победителями турнира 5 раз. Сегодня на поле вышли 8 команд из железнодорожного района. А ежегодно в турнире принимают участие свыше 30 тысяч юных футболистов. Школа активно участвует. Ребята активно участвуют во всех практических событиях, связанных и не только с футболом. Спортом школа живет. Я всегда говорю, если мы ребят не займем здесь, на стадионе, в школе, на любых других мероприятиях, то ребят найдут в себе занятие явно не очень положительное. Проигрывал конкуренцию, конечно. Настрой, конечно, боевой выиграть, как обычно. Первое место только. Цель ежегодного турнира «Лето с футбольным мячом» – популяризация спорта среди детей, вовлеченность родителей и педагогов и пропаганда здорового образа жизни. Мне нравится этот вид спорта. Детям, с которыми я занимаюсь, тоже нравится этот вид спорта. В наше время особенно это важно. Детей надо вытаскивать на улицу, надо, чтобы они занимались спортом, убирать у них телефоны и чтобы минимальное количество гаджетов у них было. До 11 июля будут проходить соревнования в городских округах и муниципальных районах Самары. С 12 июля по 15 августа – этап групповых и зональных соревнований. А финальные матчи пройдут с 16 по 31 августа. В Самаре начался сезон клубники. В магазинах, на ярмарках, на рынках продают ароматную ягоду. На что следует обратить внимание при выборе и какой десерт можно приготовить из клубники, узнала Ксения Баканова. Сезон клубники в самом разгаре. Сладкую ягоду продают буквально на каждом шагу. Местную трудно найти. Из-за майских заморозков во многих приусадебных участках кусты сильно пострадали и не дали плодов. Зато на прилавках рынков изобилие краснодарской ягоды. Она ничем не хуже, говорят продавцы. Выбрать спелую несложно, ведь хорошую клубнику видно издалека. Цельная клубника, зеленые лепесточки, упругая. То есть вот вы ее взяли, руки чистые, не остаются от нее пятна. Это значит, что она свежая, она очень сладкая, она очень вкусная. Это витамин С. В 100 граммах клубники – это, можно сказать, целый апельсин. А вот белые пятна на клубнике – стоп-сигнал. Брать такую точно не стоит, ведь снятая с грядки она уже никогда не дозреет. Еще обратите внимание на запах. Спелые плоды имеют ярко выраженный аромат. Клубника – это царица сада. Она хороша в свежем виде. Также многие хозяйки используют ее для приготовления варенья, желе и пастилы. Сезонная ягода придает блюдам особенный вкус и становится их изюминкой. Привет, Денис. Привет. Давай что-нибудь сегодня приготовим. Давай приготовим французский десерт калафути с клубникой. С чего начинаем? Начинаем мы с того, что мы сделаем сначала тесто, а потом подготовим клубнику. Взбиваем 2 яйца с сахаром и ванильный сахар добавим. Когда яйца начинают уже светлеть, мы еще пробиваем пару минут и добавляем туда нашу сметану с молоком в конце. Сначала мы добавляем муку. А мути сколько нужно? На 2 яйца муки нужно примерно 70 грамм. Наше тесто похоже было на крем. Чуть гуще тесто, как на блины. Теперь мы добавляем молоко и нашу сметану. А сметану какой процент жирности должен быть? Сметану можно любую, что 10, либо 20 процентов. Можно даже и 30 процентов. То есть, соответственно, кто следит за фигурой, поэтому выбирает поменьше процента. Понятно. А можно мне попробовать? Да, конечно. Это свой процесс. Следующим этапом мы подготавливаем нашу клубнику. Мы ее режем пополам и срезаем нашу зеленую часть. Если клубника слишком большая, можно на четвертинке ее порезать. Следующим этапом мы подготавливаем форму для выпекания. Смазываем ее сливочным маслом, чтобы ничего не приклеилось. И для этого я еще взял пергамент, постелил. Наша форма сковородка готова. Туда помещаем нашу ягоду, клубнику. И заливаем нашим тестом. Запекаем мы потом при 180 градусах в 35-40 минут. А вот и наш десерт. Какой красивый. А пахнет. Прям свежей клубникой. Ну и тестом. Он должен немного остыть, да? После того, как мы его достали из духовки. Да, он должен немножко подостыть. Потому что он очень нежный получился у нас. И сочный. Да. Украсим мы наш десерт свежей клубникой, мятой и сахарной пудрой. В конце польем горячим шоколадом. А мята куда нужно? Мята вот сюда. Рядом? Да, да. А много пудры? Я скажу. Хорошо. Еще смелее, смелее прям, да? Все, вот так засыпай. Красота. Также многие хозяйки используют ее для приготовления желе, варенья и чего-то там. Я не знаю. А чем вот ванилин отличается от ванильного сахара? Вот почему именно ванилин и сахар? Нет такого, что типа ванилин, он более концентрирован. Ну сахар, сахар, а ванилин это не сахар. Я надеюсь, что ты это не прописывал. Да нормально, зато можно нарезать что-нибудь прикольное. Предложись, пьешь. А. А, я? То есть я добавил, да, но... Как он включается. Я тебе покажу. Теперь моя самая любимая часть этой программы – это дегустация. Теперь, да, сейчас. Ну что, приступим? Реально такое нежное, аж рассыпается. Всем яркого и сладкого лета. Ксения Баканова, Денис Елистратов, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает, что в регионе стартовал пилотный проект команды развития Самарской области. Он был запущен по решению в Рео губернатора Вячеслава Федорищева. Прием заявок с 11 по 27 июня, но сроки могут быть продлены. Принять участие в проекте может любой желающий. Подать заявку можно на сайте, ссылка на которую указана на страничке телеграм-канала. Противодронные багажники для машин стали изготавливать в Сергиевском районе Самарской области, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района Самары. Их отправляют в зону СВО. Идея создания принадлежит Максиму Лукьянову. Вместе с супругой и детьми он решил передать бойцам свой собственный УАЗ. А потом Максим решил сделать багажник на УАЗ для перевозки с точки на точку на фронте грузов. Кроме этого, установили еще и лестницу, чтобы удобнее было подниматься. Автомобиль назвали Виктор Дамасский и перегнали на Донбасс. Администрация железнодорожного района Самары публикует карточки и инструкции о том, как вести себя в жару. С 11 утра до 5 вечера нужно по возможности находиться в вентилируемом помещении. Свести до минимума время нахождения на солнце. Окна лучше держать закрытыми и зашторенными, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату. Для выхода на улицу лучше выбирать одежду из легких тканей и головные уборы. Пить больше жидкости и исключить употребление спиртных напитков. Занятие спортом лучше перенести на вечер. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин